Отвечая на вопрос из народа, почему правительство не принимает решение о выходе из ОДКБ, армянский премьер-министр ответил, что политическая воля есть и решение будет принято по необходимости, как выразился Пашинян, что будет в интересах Республики Армения. Глава армянского правительства сказал, что данные Армении показывают следующее, де-факто действие или бездействие ОДКБ не соответствует ее обязательствам перед Республикой Армении. Иными словами, в этом смысле действие ОДКБ не соответствует интересам Армении, и мы поднимаем этот вопрос прозрачно, сказал Пашинян. И в тот же день в Ереване Пашинян встретился с вице-премьером России Алексеем Аверчуком. Как передают армянские СМИ, стороны обсудили актуальные вопросы армяно-российских отношений, взаимодействие в рамках ЕАЭС также была затронута тема разблокирования транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе. Чего добивается Армения подобными двусмысленными, если не сказать, лицемерными действиями и высказываниями по отношению к России? Об этом Баку ТВРО рассказала Татьяна Полоскова. Пашинян своими нелепыми заявлениями и попыткой запугать Российскую Федерацию добился уже того, чего хотел. Его воспринимают в Москве, причем не только в коридорах власти, но и на уровне гражданского общества теми, кто следит за ситуацией на Южном Кавказе, как неадекватного политика, не договороспособного, а главное, не держащего слова. Кто же будет с таким политиком вести серьезные дела и, главное, реагировать на какие-то его постоянные кульпиты? Причем этим своим действием Пашинян придумал название «Сбалансированная политика». Я не знаю, где Пашиняна учили сбалансированной политики, но вообще-то она предполагает развитие взаимовыгодных отношений со всеми странами, с которыми есть границы, общие интересы и умение обходить острые углы. Пашинян же действует абсолютно противоположно. И вообще возникает вопрос, зачем такие муки? Азербайджан долго предлагал мирные варианты решения вопроса возврата оккупированных территорий. Сейчас они возвращены. Причем благодаря действиям Азербайджана, военным действиям. Армения реально заинтересована в развитии добрососедских отношений с Азербайджаном. Это и выгодно со всем точек зрения. Почему Армения так себя ведет и по отношению к России, и, в общем-то, обманывает и другие страны? Я думаю, что здесь искать логику действий Пашиняна невозможна попытка показать всему миру свою неимоверную крутизну, что вот он и Россию напугал, и турок-то он напугал, и все его боятся. Но это клиника. Мне просто обидно за народ этой страны, который из амбиции руководства тратит время, потенциал и жизни на доказывание непонятно кому своей неимоверной крутизны, величия и преимуществ перед другими нациями. И вот с Азербайджан докатился господин Пашинян. История дала шанс, надо им воспользоваться, а не бритцать оружием еще и чужим. Что касается ДКБ, ну что, скатерть у дороги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова